приветствую вас дорогие друзья с вами лор лимур и добро пожаловать на рубрику интересные проекты сегодня я немножко грубо говоря на заленился и немножко не доделал свой проект let's play rise но я вернусь обязательно вернусь буквально завтра я очень надеюсь на то что выйдет новая серия ну а пока я вас не оставляю без вкусненького как видите я на планете здесь у меня наконец-то появилась травка и ромашки какие-то и цветы это очень радует потому что раньше я всего этого не видел спасибо оптимизации конечно же но я очень надеюсь что все таки у меня в будущем появится нормальный пока я не буду видеть эти треугольные листи но они не такие треугольники как планет ну ладно а давайте взлетим и взглянем на проект который вы уже успели заметить уголком своего глаза у нас очень очень красивый такой корабль сегодня под названием брунгильдер да брунгильдер или брайнгильдер я я не так по крайней мере сказал google переводчик что это брунгильдер очень интересный такой корабль я просто даже не знаю как описать на самом деле то что я вижу дан почему я решил вообще сделать обзор на данный корабль потому что он очень близок близок по стилистике к тому стилю кораблей который я хотел строить в прошлом я очень хотел строить именно такие корабли когда-то у меня просто не получалось все чем банально и здесь имеется огромное скажем усилия дизайнерские усилия которые вот прям 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 нас на которыми дизайнерскими решениями которыми прям насыщен корабль кому-то мог стать может показаться уродливым в принципе как и в принципе ну грубо говоря нос такой у него это как как кавказский нос понимаешь вот и естественно красивому может показаться не каждому но все-таки согласитесь что он чем-то похож на эти кораблики которыми мы когда-то играли стимуляторы космических боев еще давным давно когда у нас 2d игры были и тогда вот летали такие корабли и такие из из угла экрана в другую глупил пил в общем уничтожали все на своем пути такие аркадки были вот на них этот корабль похож собственно говоря и этим самым он радует также вот реально на самом деле здесь очень много дизайнерских всяких концептуального дизайна здесь очень много как мы видим да очень скоростной корабль на самом деле я его попытался им поводить поводить его и получилось довольно интересно но тут конечно много чего сделано в ущерб функциональности к сожалению ущерб функциональности потому что как вы понимаете здесь огромное количество водородников атмосферников да и всего здесь очень много но на поверхности желательно водородники выключать если вы не собираетесь летать на орбиту то этого делать не стоит и в ущерб функциональности но о минусах мы поговорим потом давайте сначала поговорим о плюсах насколько сбалансирован данный корабль создатель данного корабля сейчас мы узнаем его имя я прошу вас прощения потому что я опять-таки ленивый чувак который забыл взглянуть на где здесь так 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 это бегемот это вот он брунгильдер давайте посмотрим кто же его создал и так ну-ка отлично создал его автор под названием под названием не я не удивлюсь если это тоже девушка дома которая создала такое такую красоту если это действительно девушка то не знаю аплодисменты стоя потому что сюда уже завезли функциональность и так как здесь очень много переходов ребята некоторые заранее скажу что некоторые трастера плавят обшивку вот это существенно минус этого корабля о котором все-таки надо сказать заранее и здесь в этих переходах можно заблудиться даже вот в корабль ты не зашел еще до оба летаешь вокруг его модульных частей так сказать я даже не знаю вокруг его экстерьера внутреннего внешнего внешне внутреннего экстерьера плитно как извратиться чтобы это сказать но и надо в принципе извратиться что такое построить принципе и пока ты блуждаешь можешь заблудиться то есть во внешних частях корабля я молчу про внутреннюю часть корабля и чтобы не заблудиться здесь автор поставил вход то есть для таких как я которые искали ищут вход в корабль очень долго в принципе здесь несмотря на то что здесь есть стрелка я все равно искал очень много долгое время вход если что омрачает реально то что вот трастера они портят немножко экстерьер но это решается на самом деле легко я залезу в кокпит и покажу как просто выключаем водородные двигатели чтобы они пока что не разрушали наши блоки ну что сказать тут есть доступ к нескольким частям корабля насколько я знаю это доступ к крылу то есть доступ к крылу он отдельный вот давайте приземлимся и зайдем сюда и посмотрим что у нас тут есть мне пришлось отключить тени ребят чтобы не лагало чтобы у меня хоть какой-то fps появился вот сейчас например 34 что делает возможным путешествие и экскурс вообще по этому кораблю иначе было 17 ну такие вот дела вот у нас такого-то в крыло мы можем зайти правда непонятно зачем но я так понимаю это для экскурсии просто того чтобы можно было добраться на некоторых модулей ну не знаю чисто такое странное решение потом куда еще здесь можно добраться как как здесь кажется да здесь место очень много и много куда можно попасть но это не то большинстве случаев стеклянные полости сделаны для красоты они не для того чтобы по ним ходить ну чтож давайте все таки зайдем сам иначе все чешется я хочу просто показать вам все так ну что ж заходим добро пожаловать добро пожаловать да welcome to brunhild brunhilder thank you thank you very much заходим дальше и так если мы пойдем дальше мы попадем в жилые помещения и возможно кокпит а если мы пойдем вниз мы попадем в технический отсек где у нас находятся кстати говоря все необходимые элементы большой-большой контейнер находится ассемблер ассемблер ассем кафе ассемблер что самое происходит кафе ассемблер вот да надо научиться говорить нормально и так тут медпункт находится на всякий случай на случай всякий и много чего интересного в принципе батареи как бы здесь огромное качество батареи прыжковый двигатель то есть корабль напичкан если честно хоть он и декоративный да но он напичкан он напичкан огромным количеством всего так что например недостаток в энергии вы испытывать не будете потому что здесь много реакторов много батареи много всякого что пригодится вам в ваших путешествиях по космической плане ну что ж идемте дальше дальше что у нас здесь даже здесь не стали поспать других ленивых инженеров принципе что я своей линии то идемте дальше так вот мы здесь все осмотрели теперь надо отсюда каким-то образом выйти о мнениями не сейчас смотрю здесь есть такой тайный кокпит такой вот внутренний тайный кокпит в который вы можете сесть и управлять кораблем без риска убить быть убитым первым конечно и это хорошая идея на самом деле вообще-то даже будет так начинать что вас не выкосит сразу в этом огромный плюс ну что ж это был моторный технический отдел данного корабля идемте дальше 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 у нас прям уже идет в это арт-деко очень интересный стиль такой значит и воздушный такой одновременно одновременно небесный и и в чем-то прекрасно мне нравится честно нравится здесь все сделано на славу можно было бы получше наверное знаете как идет тематическая детализация есть такое понятие как тематическая детализация например здесь не хватает некоторых элементов хотя не мне судить но вы думаю понимаете о чем я говорю особенно любители кораблестроения в охота его фанаты и те кто считает его богом прекрасно меня поймут так дальше здесь у нас идет такой отсек зал славы то есть зал прекраснейшей славы судя по всему здесь трон на котором очень хотел бы выседать наверное макпер ну не знаю короче не думаю но здесь довольно неплохое помещение такое кстати прожектор который сверху будет светить на его величество и и конечно же много вот этих поздишь забыл как называется что это такое так это космический шар пафоса пафоса больше пафоса я не могу выдержать так много пафоса пафоса хотя блин пафоса должно быть меру так идемте дальше это отдельный комментарий по поводу зала славы трона я хочу попасть в копыт функциональную часть корабля потому что все-таки инженер они король здесь у нас находится нет пункт и конечно же скажем я капсулы для челяди которые будут обслуживать короля извиняюсь инженер так вот он наш дорогой кокпит сделано как бы интересно он сделан и тут присутствуют такие моменты как например есть возможность скромненько одним словом сделано все очень скромненько потому что здесь нет панели здесь нет скриптовка здесь нет чего-то другого в принципе если это корабль дел делала женщина я не удивлюсь потому что женщина не уделяет столько внимания аспектам ну конечно же не все женщины прошу прошу меня простить я не сексист но дело в том что не все женщины уделяют внимание допустим более функциональной детализировано функциональной тематической теме они уделяют скорее по общему они уделяют внимание внешности как вы видите да общему функционалу и всему подобному что же давайте попробуем включить панельку и посмотреть что у нас здесь находится вот если мы уберем наши значит водородные двигатели я надеюсь что корабль не будет разваливаться на кусочки и дело в том что с водородными тут проблема обстоит в том что корабль двигается быстро то но вот например когда он будет тормозить вот здесь есть такое место я хочу вам показать грубо говоря нас и крыльев да как вы здесь видите они будут плавиться потому что автор немного не рассчитал пространство выхлопа вот и ну и тормозить такое дело тоже будет медленно конечно то есть без водородников он летает довольно медленно но учитывая размер крейсера это нормально для поверхности планеты это совершенно нормально также у нас здесь есть 1 1 вот существенной фишкой здесь является то что в данном корабле есть у нас автопилот то есть возможность автопилота вы можете включить автопилот потом здесь не включается так что у нас тут посмотрим у нас избегание столкновений то есть есть режим избегания столкновений remote control то есть режим точности можем настроить сейчас попробуем режим точности автопилот мы не можем включить возможно по той причине что я просто сюда вставил и у нас нету точек пространства в атмосфере и многого такого вот ну что же нам попробуем пострелять что-либо у такой вот выстрел такой я пришел захватывать ваш планета до из галактики кавказ да только нельзя вертеть носом во время выстрелов ну вы понимаете можно повредить свой шнобель так 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 аккуратненько аккуратненько от игре дивно 1 делаем делов я уже там что-то повредил его носу да это это моя ошибка и то есть нельзя двигаться из стороны в сторону как-то так уж ракет надо просто стоять чтобы все было нормально так выравниваем наш к корабель так вот так вот выравниваем что все было говорится на мази все было хорошо и короче все были счастливы ну и попробуем вылезти из этого корабля и подытожить все что мы видели попробуем подытожить как же мы туда залезем как же мы вылезем блин чтоб вас так ну как же мы отсюда выскочим то да а ой нет это не туда так кстати здесь тоже еще один большой реактор опять моторный по моему отдел я пришел до каким-то образом попал моторный отдел заново через лестницу давайте все таки мы попробуем по выйти вижу табло знаю что выход где-то рядом спасибо тебе за это автор не 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 или как у тебя там ник большой тес спасибо за проект ну и давайте подытожим я надеюсь автор не обидится на меня за все мои за мою критику и так устройство довольно шикарная потому что очень по мне очень хороший дизайн который делает его уникальным то есть он делает его интересным не супер уникальным конечно потому что подобный дизайн я видел но тем не менее он делает его то есть придает какую-то фишку потому что подобную машину например я сам хотел построить отдельный плюс за это колесо сзади вот такой вот дизайнерский концептуальное решение огромный плюс за то что корабль не пустой и в нем есть хотя бы начинка то есть она есть это большой большой плюс минус за то что не хватает тематической начинки тематического декора внутри то есть принадлежности чего-то хотя хотя один тронный зал чего только стоит то есть например и также один жирный плюс за то что в принципе все это работает и минус за маленький недочет ну мы их не будем брать в основу потому что их на самом деле возможно решить и вы получаете вот такой вот шикарный корабль там какой-то сверх развитой флорицей ну что же дорогие друзья с вами был лур лебур который еще живой который живой и такой же живой нет не такой живой как цой но тем не менее живой более живой короче что я говорю что меня несет время прощаться и завтра конечно же у нас будет продолжение нашего летсплея я очень надеюсь если не будет продолжение летсплея райс тогда у нас будет очень интересный обзор на наземную технику на очень большую такую я надеюсь что она у меня будет работать вы даже не представляете да это будет просто пипец ладно я желаю вам всем вот таких вот выходных сейчас особенно выходного сдачи экзаменов чтобы у вас все было замечательно подписывайтесь ставьте лайки подписывайтесь на группу дорогие друзья потому что там все обновления и новые видосики в общем обсуждение там весело также скоро будет доступен дискорд вы сможете увидеть ссылку на него под видео и также как бы в дальнейших ну и в группе самой тоже будет как бы ссылка на дискорд ну что ж всем всего самого лучшего как говорится от винта инженера